В этом видео я расскажу, как перемещать, вращать и масштабировать объекты. Для этого нужно сначала объект выделить. Как видим при выделении, у объекта появились вот эти вот три стрелки. И по умолчанию режим перемещения. Для того, чтобы переключаться между режимами перемещения, вращения и масштабирования, наверху есть три кнопки. Это у нас перемещение, это вращение, это масштабирование. Теперь по порядку. При перемещении мы видим, у нас есть три стрелки и прямоугольник, который объединяет обе стрелки. Итак, при наведении указателя непосредственно на стрелку, она подсвечивается другим цветом, в данном случае желтым. Теперь удерживая левую кнопку мыши, не отпуская, перемещаем, объект двигается по сторону именно этой оси. Если мы наводим курсор на прямоугольную область, объединяющую обе оси, то мы перемещаемся относительно этих двух осей. Также другой способ перемещения объектов. Как видим, у нас внизу есть некие координаты X, Y и Z. Зная эти координаты, либо просто перемещая слайдер вверх-вниз, держа в левую кнопку мыши, мы можем объект также двигать. Можем ввести значение с клавиатуры. Например, подвинем объект, нулевые координаты. Идем везде нули. Теперь порой режим вращения. Там же наверху выделяем, активируем режим вращения. Теперь, как мы видим, здесь несколько кругов. И также при наведении мыши они подсвечиваются. Соответственно, мы можем вращать относительно одной из них. Либо, если мы наводим на область между ними, то вращаем в произвольном направлении. Также можем вращать относительно вида. Это у нас внешний диаметр. Также внизу, где есть координаты X, Y, Z, здесь уже отображается угол поворота. Также мы можем здесь либо крутить слайдер, либо ввести значение вручную. Следующий режим. Режим масштабирования. При его активации мы видим те же самые стрелочки, которые были при перемещении, но они объединены уже не квадратом, а треугольничком. Соответственно, мы также можем масштабировать относительно одной из осей, относительно двух осей. Это внешний треугольник. Либо, если выбираем внутренний треугольник, держим левую кнопку мыши и перемещаем, он масштабируется пропорционально во всех трех направлениях. Другой способ. Это способ ввода с клавиатуры. Например, клавиша W это перемещение, клавиша E вращение, клавиша R англо-латинское это масштабирование. Другой вариант доступа к этим командам по правой кнопке мыши. Мы в списке видим Move, перемещение, Rotate, вращение, Scale, масштабирование. Все то же самое.